Организаторы первого муниципального конкурса «Добрыня» собрали молодых знатоков на площадке районного дома культуры и подготовили для них далеко не простые вопросы. В роли главного эксперта и своего рода жюри викторины – директор Богучанского краеведческого музея Михаил Душкин. Участниками стали три дружины – представители трёх школ нашего села. Великое княжество Владимирское. Отвечает дружина номер два. Какой город или какие города являлись столицей этого государства? Время. Так, есть ответ у дружины номер два. Отвечает Киев. Так, а теперь ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Столицей Великого княжества Владимирского являлся город Владимир. Три основных этапа конкурсной программы – это разминка. Далее – блок под названием «Древняя Русь». И последний блок – «Достояние». Сюда вошли вопросы о государственной преемственности, о правителях в этих периодах, значимые события, обряды и быт прошлых лет. Охвачено творчество великих русских поэтов, музыкантов, художников, а также композиторов и исполнителей. Организаторы мероприятия ознакомили ребят с традициями наших народов посредством интерактива с участниками программы в музыкальных паузах. Выбрали для этого фольклорный ансамбль «Ангарские напевы». Такая игра «Вопрос-ответ» не только демонстрирует уровень владения школьной программой наших учеников, но и развивает способность проявления реакции и внимательности в использовании своих знаний в нестандартных ситуациях. Это мероприятие играет большое значение в жизни всех старшеклассников и тех, кто учится в школе, потому что каждый должен знать историю своей страны. Ну, сегодня я почерпнул много нового, узнал, что я тоже знаю кое-что интересное в истории. Большое значение играет воспитание учащихся чувство уважения и гордости за историческое прошлое своего отечества, культуру и традиции народа. Такой первый муниципальный конкурс среди школ нашего района – это хорошая форма для того, чтобы ознакомить детей с историей. Потому что, когда мы сами готовились к этой викторине, к этому конкурсу, мы сами очень многое узнали. И думаю, что для всех участников сегодня были сделаны какие-то открытия. А далее подведение итогов. Почет жетонов – слово эксперта о работе ребят во время конкурса и награждение победителей. Призовые места при почете жетонов распределились следующим образом. Третье место досталось ученикам школы номер три, второе – ученикам второй школы. И почетное первое место в интеллектуальной битве присвоено воспитанникам школы номер один. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны.